Всем здрасте! У нас вторая лекция серии парадигмы программирования, которая делается для кафедры АЯ, для магистратуры. Я в этой серии читаю только три лекции, из них одну уже прочел. Я вижу, что народу поубарилось. Наши странные упражнения в прошлый раз, видимо, некоторым привели недоверие к тому, что здесь происходит, и я их понимаю. Мы с вами сегодня будем говорить опять про достаточно такую всем известную тему, и поэтому у вас может продолжиться создавать впечатление, что этот курс какой-то неинтересный состоит из сплошных разговоров. Но это неправда. Больше больше разговоров таких не будет. А дело в том, что у нас сегодня тема императивное программирование, и фишка в том, что, как мы говорили уже в прошлый раз, императивное программирование – это то, что мы, в общем-то, если у нас есть какое-то как-то развитое алгоритмическое мышление, мы и так себе неплохо представляем. Императивное составление алгоритмов, то есть изложение последовательности выполнения операции, и это что-то, что заложено в нас с детства, буквально вот со времен, когда нас обучали, как есть ложкой, как, не знаю, ходить на горшок, вот это все. Поэтому часть того, что я сегодня буду говорить, большая, будет посвящена всевозможному глобла. Я попытаюсь вытащить из понятия императивное программирование некоторые составляющие, которые и ради которых, собственно, мы пытаемся выйти из этой императивной парадигмы. Я хочу создать у вас ощущение, будто императивная парадигма не только удобна, но и неудобна. Чрезмерное потребление пива не только вредно, но и полезно. И проследить некоторые исторические штуки, исторической ледости, почему именно императивная парадигма может быть неудобна. Напоминаю материал прошлой лекции, который, на самом деле, отсылает нас к первому семестру первого курса, что у алгоритма, как мы помним, нет определений, но есть операциональное определение, которое там требует свойства однозначности, воспроизводимости, конечности, вот этого всего. Напоминаю также, что мы взяли на себя некоторую наглость в прошлый раз определить еще пару критериев, без которых, по-видимому, невозможно программирование как таковое, невозможно составить алгоритмическую полную систему, которая будет хоть как-то соответствовать нашим потребностям в составлении программы. А именно, объекты, то есть те данные, которые обрабатываются в нашей системе, должны быть аллигированы, должны иметь возможность на них как-то ссылаться. Напоминаю, что аллигирование это такая попытка свалить в одну кучу любой способ обращения к объекту. По имени, по связанности, по ритму, по референсу, по адресу, почему угодно. Вот у нас есть какие-то объекты, мы должны иметь возможность к ним обращаться. Как? Это, вообще говоря, прерогатива уже конкретной парадигмы. И второе свойство, которое мы в прошлый раз, критерий, который мы в прошлый раз тоже вроде бы он не отменим, это выполнение действий обусловленными выполнением свойствами объекта. То есть в случае, если свойства объекта таково, какие-то проверенные нами, то мы делаем одни действия, а если другие, то другие. И вы помните, говорили в прошлый раз, что в действительности этого требования достаточно для того, чтобы включить в реализацию такую штуку, как цикл. Наличие операторов цикла совершенно необязательно для алгоритмической полноты. Это звучит несколько удивительно, но я сегодня приведу совершенно унылый пример, в котором будет очевидно, что нет, не нужен оператор цикла. Условный оператор нужен, а оператор цикл не нужен. В действительности любой язык программирования и даже любая парадигма программирования, с которой мы встретимся, это реализация вот этих трех и еще каких-то требований. Ну, собственно, парадигма распадается на две части. Как реализуются вот эти наши формальные критерии, то есть критерии из операционального определения алгоритма и аллигирования и условные действия. И какие приемы фиксации ваших алгоритмических задумок, приемы мышления и формализации в эту парадигму входят? Ну вот, значит, в любом случае, вы постараетесь, я не буду в этом участвовать, в течение семестра увидеть, что в разных парадигмах всегда существуют некоторые дисциплины аллигирования. И она в общем может быть разная. В частности можно ввести понятие именование переменной, тогда у вас будет такая коробочка, куда можно положить значение и смотреть, что она там лежит. А иногда можно ввести понятие именования объекта и тогда переменная это такая наклейка на объекте на одном объекте может быть много таких наклеек а можно значит ввести понятие связывание и это будет уже как функциональный парадигме когда мы передаем функции некоторый объект внутри нее он называется каким-то именем но это все тот же самый объект мы не можем к нему как-то обратиться положительно куда-то в сторонку потом обратно к ему вернулся мы должны перечислять пространство имен с которым работает функция ну и так далее ну и например масса будет адресации на виниру не чай и обращение по порядок действий эта часть операционального определения тоже может в зависимости от того с чем мы работаем превращаться просто в последовательность или в некоторых граф в некоторых граф внутри себя независимых каких-то цепочек действий вот и ничего что-то да я вот здесь потому что даже императивный программирование в императивный программирование есть такое понятие как параллелизм вычислений и соответственно зависимость по данным вычисления и по управлению по даннымarray значит когда мы сначала складываем что-то потом все мы поговорим что-то это нельзя за пролив на этом вложено сумма на что-то а по управлению это когда мы проверили некоторые значения зависимостью этого мы выполним условный оператор и данные и действия которые после вот этого условного перехода тоже заправлелить нельзя или точнее можно их надо выполнять одновременно, зная, что половина этих действий никому не нужна. Ну и вот про циклы. Итерация – это то, что практически всегда встречается в любых языках продемок программирования, а реализованная итерация может быть по-разному. Может быть оператор цикла, может быть чистая рекурсия, потому что это она и тоже рекурсия, тоже цикл такой. Может быть просто развертывание n повторенных действий в виде n отдельных команд актуально-конечных и так далее. Вот такие вот различия в том, как будут реализованы наши критерии, нас ожидают в будущем в разговоре про программирование. Кстати сказать, цикл как актуально-конечное повторение мы тоже посмотрим в самом конце семества. То есть вот мы будем смотреть парадигму макро-подстановки и там нету циклов как таковых. Там любой цикл разворачивается впоследствии здесь. Вот. Википедия говорит про про императивное программирование таким специальным народным википедийным языком. Но в принципе она не слишком далека от действительности с учетом того, что мы помним, что программирование это составление программ. Программа это формальная запись алгоритма, а алгоритм нет определения. Поэтому любое определение годится. Вот. Что говорит википедия? Что императивная парадигма это последовательное выполнение неких инструкций. Каждая инструкция в соответствии с операционным определением алгоритма однозначная и четкая. Что существует такое специальное понятие хранилище данных, называемая память. И что эти данные этими инструкциями обрабатываются. То есть из памяти берутся, обрабатываются, преобразуются и в память записываются. И вот это вот последовательное преобразование данных в памяти при помощи последовательно выполненных инструкций. И есть с точки зрения википедии императивная парадигма, что в общем-то, повторюсь, недалеко от действительности. Вот. С нашей точки зрения это выглядит так, что основной способ аллигирования это хранение объектов. То есть есть storage, есть память. Есть какой-то способ идентификации объектов в этой памяти. Например, по имени или по адресу. Вот. И мы обращаемся к этим объектам при помощи ссылки. Ну, например, вот с помощью адреса. Показатели, не знаю. Вот. Действие, то есть вот те самые действия, которые должны быть однозначны в алгоритмах, это модификация этих самых хранимых объектов. Вот. А программа это последовательные инструкции. И условное выполнение означает буквально, что мы проверяем свойства объектов и выполняем некоторую часть программы или не выполняем ее, поскольку программа записывается в виде последовательности. Вот в этой последовательности мы можем по условию, в случае, если свойства объектов никакое, какое-то неправильное или наоборот, ну, короче, пропускать куски. Вот. Хочу только еще раз напомнить, что даже в этом случае, даже в этом случае мы не знаем, насколько вот эти вот требования, которые мы сейчас сформулировали, являются необходимыми. Даже эти требования, которые выглядят очень-очень нестрогими, все равно мы не знаем, являются необходимыми. Все из-за того же. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, это выглядит то, что мы сейчас написали, выглядит вполне логично, вполне разумно. Вот. И если кто-то из вас подумал, что я ничего нового не сказал, что я не ввел никаких особых ограничений на, собственно, понятие алгоритма и понятие парадигмы, то вы глубоко ошибаетесь. Как только я сказал, что у нас есть действия, которые выполняются друг за другом и ходят к сторич, ходят к хранилищу, а условный оператор, условное выполнение – это пропуск куска этих действий, я на самом деле ввел настолько существенные ограничения в том, как мы можем реализовать свой алгоритм, что все оставшееся время в этом семестре вы будете проходить другие способы, не такие, как сейчас я сказал. Ну вот, значит, можно вспомнить такое несуществующее понятие, как архитектура ЭВМ имени фон Неймана. Оно несуществующее, потому что, как известно, группа фон Неймана никогда не писала вот эти четкие принципы организации архитектуры ЭВМ, написала огромный доклад про то, как могут быть организованы эти ЭВМ. Он был пространный и водянистый, но это был прорыв, потому что все остальные люди пользовались именно этим докладом, этим исследованием. Но мы знаем, что архитектура фон Неймана – это некоторое хранилище памяти, вот то самое хранилище, в котором есть ячейки памяти, адресуемые, и в этих ячейках хранятся данные. Все ячейки одинакового размера, вот. Олегирование, то есть обращение к этим ячейкам происходит просто по адресу, который нумеруется там, условно говоря, с нуля до чего-то. В гарвардской, кажется, архитектуре, я все время путаю, какая из них какая, короче, в архитектуре фон Неймана классической считается, что программа – это те же самые ячейки в той же самой памяти, просто они интерпретируются как команды, а не как данные, вот. То есть последовательность ячейок в памяти, хранящие какие-то инструкции – это вот программа. Вот. А условный переход, вспоминаем второй семестр первого курса, ассемблер – это просто переход по адресам. Мы выполняем команду номер один, команду номер два, проверяем некоторые условия и говорим, что если это условие не выполнено, перейти к выполнению команды номер десять. А три, четыре, пять, шесть, семь и восемь не выполняется. Это у нас будет как раз условный оператор. А оператор цикла – это всего лишь переход по вот этому списку команд не вперед, а назад. Поскольку мы выполняем команды по очереди, то если мы перейдем назад, мы снова будем выполнять те же самые команды по очереди. В конце этого многократно повторяемого кусочка будет условный оператор, и в какой-то момент он не будет выполнять переход назад. Все. Вот вам цикл. И эта схема была настолько простая и прозрачная, что очень-очень долго вообще считалось, что компьютеры могут быть реализованы только так. Ну, вернее, значит, считалось. Очевидно, что вычислительный формализм может быть как угодно, мы об этом говорили в прошлый раз. Мы рассмотрели один формализм, который очень похож на это – это машины Тюринга. Еще два, которые не похожи на это. Но реально в железе очень долго существовали только машины примерно на такой архитектуре, и это, собственно, наложило довольно серьезное легоси на такие классические императивные изгибы программы. Хочу заметить, что все остальное, что мы изучали во втором семестре первого курса, в курсе архитектуры ЭВМ, все остальные свойства ЭВМ – это все удобство для алгоритмической полноты, условной актуальной алгоритмической полноты, потому что память не бесконечна. Для актуальной алгоритмической полноты достаточно вот этих свойств. Регистры, сопроцессоры, какой-то вот вывод специфический, прерывание – вот это все не имеет отношения к понятию алгоритмической полноты, а имеет отношение к тому, как вообще развивалась архитектура ЭВМ, что она отвечала на конкретные задачи, а конкретная задача была в том, чтобы разделить память на быструю и медленную, уметь вычислять аппаратно какие-то арифметические операции хитрые, уметь там параллельно вводить и выводить данные и при этом продолжать вычислять и так дальше. Мы сейчас говорили про архитектуру ЭВМ, то есть про машинный код, вот про эти самые ячейки с памятью. Для того, чтобы человек мог это понимать, вместо ETX с памятью придумали так называемый язык ассамблера, который по большому счету представляет собой просто переведенный в содержательное обозначение машинный код. За исключением двух вещей, которые для нас, как для людей из следующих, языки программирования интересны. Ну, одной вещи, потому что первая вещь очевидна, мы перевели с машинного на условный английский, на содержалку, на обозначение, которое нам как людям более понятно. А вот второе важное отличие языка ассамблера от машинного кода – это понятие метки. Здесь мы внезапно встречаемся прямо на низкоуровневого программирования с некоторым введением абстракции. Значит, идея стоит в том, что вот, допустим, мы пишем программу на ассэмблере. Это ассэмблер дискфф. Тут уже регистры в полный рост и так дальше. Значит, вот у нас память, в которой хранится какое-то число раз, два, три, четыре, пять и число ноль. Вот. А программа у нас считает сумму цифр. Вот мы загружаем, значит, число в регистр Т1. В случае чего мы сразу, если он не больше нуля, сразу переходим… А, нет, эта программа считает сумму цифр, числа в том числе отрицательные. Соответственно, если оно у нас отрицательное, мы еще его вычитаем из нуля, чтобы оно стало положительным. А вот здесь у нас цикл. Да? Боже, что это? А, нет, вру. А это остаток отделения, ремейндер, господи, я туплю. Мы берем остаток отделения, добавляем этот остаток отделения к сумме, делим нацело, получаем вот это число. Но если оно все еще… Вот вам я оператор цикла. Если оно все еще не ноль, переходим обратно, снова берем остаток отделения на 10, снова добавляем, ну и так дальше. Вот вам сумма цифр. Вот. Обратите внимание на то, что мы, конечно же, никуда не делись от императивного программирования, точно стерилизуем все те свойства, которые мы говорили. Но вместо понятия адреса, а в машине все это должны быть все эти numberg, digsum, pos, next, это все должны быть какие-то номера. Вместо понятия адреса у нас введено помятие метки, и это абстракция. Потому что если, допустим, мы вставим сюда еще один оператор куда-нибудь сюда, то в действительности номера, соответствующие pos, next, адреса, соответствующие pos, next, изменятся после компиляции. Это как бы, вот все, кто пытался писать в машинных кодах, знают эту подставу, что вот ты вставил, забыл вначале там проинициализировать регистр, вставил туинициализацию регистра, и все, все адреса, которые ты вписал вот здесь, вот здесь, они все поехали. Да? Уровень абстракции. Вот просто вот здесь вот как раз должно быть видно, что вот в этих машинных кодах вот это уже абсолютный адрес. Ну тут смещение, окей, тут не абсолютный адрес, тут переход на 8 инструкций вперед. А вот это вот, вот это вот, вот это вот загрузка абсолютного адреса. Вот это вот у нас адрес, адрес ячейки, у которой имя номер. Вот здесь загрузка абсолютного адреса, и, кажется, вот здесь то. Такие дела, да? Значит, косвенное легирование по именам превращается в прямое легирование по адресу. Значит, зачем я вообще об этом вам напомнил? Я об этом вам напомнил для того, чтобы показать, что большинство языков, которые мы прямо сейчас знаем процедурных, недалеко ушли от вот этого вот дела. Точнее, даже не так. Мы сегодня будем рассматривать два таких классических процедурных оперативных языка Си и Паскаль. И вот они-то точно недалеко ушли от вас. Немножко истории. Когда математики задолбались писать на ассимбле, первое, что у них возникло в голове, что формулы, уж лучше писать как формулы. Потому что, ну, опять же, вспоминаем второй семестр первого курса. Вот там вам дана формула из пяти каких-то операций. И вы это должны в уме сделать планирование вычислений и разложить это на последовательные вычисления инструкции. Ну, вот примерно так же, как здесь. Сначала остаток отделения, потом добавление, потом сложение. Так что первое, что сделали люди, во что они превратили, значит, язык ассимблера, точнее автокод, это в язык, который назывался фортран, что в переводе сокращение означает формулу транслятор. Вот. Фортран писали математики, фортран писали не программисты. Поэтому он таким вышел. Вот. На нем вряд ли пишут до сих пор, а вот объем написанного математического кода такой, что вот вы почти наверняка столкнетесь в своей жизни с использованием библиотек, который на самом деле написан на фортране. Например, в Нумпы. Да? Помните? Нумпы такая базовая здоровенная библиотека для питона для математических вычислений. Есть изрядный библиотек написанных на фортране. Внезапно. Вот. Так что вот. Сейчас бы я хотел показать кусочек кода на фортране. А! У меня и будет сейчас кусочек кода на фортране чуть позже. Вот. Даже этот самый внешний вид программы на фортране поначалу был очень похож на ассемблер. Вот. Сейчас уже нет, потому что его очень сильно преобразовывали. Там есть какие-то хитрости. Вот. Там есть встроенные, например, встроенные синтаксические штуки для матричной алгебры. Вот. Не самый плохой язык оказался. Даже до сегодняшних дней. Вот. Сейчас попробуем какой-нибудь старый стандарт посмотреть. Да, обратите внимание, 1957 год. Самый первый язык программирования на самом деле. Вот. Да. Вот. Смотрите. В фортране даже сохранилось понятие адресов. Численных. Видите? Другое дело, что они, эти адреса, как это сказать, это просто такие чиселки. Видите? 10 и 20. Вот здесь. Сейчас. Вот. Ду 10. Ну, короче. Люди недалеко ушли от, люди недалеко ушли от понимания машины, как вот в чисто фон-ниеновском, фон-ниеновском виде. Язык развивался довольно, до сих пор в него что-то докладывают, но вроде бы на фортране не пишут. Вот. Значит, это я перескочил вперед. Ну, давайте я перескочу вперед. Вот. Собственно, вот. Фишка фортрана была еще и в том, что в нем была неявно зашита, неявно зашита прагматика. Например, вот у нас два кусочка кода на экране. Вот. И верхний работает в несколько раз быстрее нижнего. Знаете почему? Потому что динамические массивы, вот этот самый R, он динамически растет. И поскольку он трехмерный, то если вы добавляете в него один элемент, если вы добавляете один элемент в одномерный массив, в него добавляется один элемент. Если вы добавляете один элемент в двумерный массив, то тут зависит от того, вы его в строчку добавляете или в столбик. Потому что если вы добавляете в столбик, а в фортране элементы хранятся не построчно, а по столбцам. Вот. Потому что математики писали. Так вот, если вы добавляете в столбик, то внезапно у вас размерность всего массива меняется. У вас, поскольку элементы хранятся по столбцам, длина столбца увеличивается на единицу, но приходится полностью реструктурировать память. А если добавляете его в строку, то вы добавляете просто очередной столбец в конец массива. И та же самая история с трехмерным массивом. Если вы добавляете во что-то, что является очередным просто еще одной страничкой трехмерного массива, то это очень быстро. А если вы добавляете в столбец, то он все должен переделать. Вы должны перелопатить все имеющиеся уже массивы размером 9 на 9, чтобы добавить тот десятый элемент. Вот. Ну, потому что прагматика языка программирования, вспоминаем, что это такое. И это спецификация конкретного вычислителя прямо в языке. Мы прямо в языке говорим, вот на вычислителе вот этот кусочек кода будет выполняться так. Например, этот массив будет лежать в памяти вот таким способом. Вот. Типикал. Типикал ситуация, когда... Тем не менее, последний стандарт выходил, если мне не изменяет память, в 2018 году. Так что фортран живее всех живых. Вот. Волшебным образом. Мы вернемся сюда, потому что я внезапно начал про историю говорить. Еще одним представителем, за который взялись уже настоящие специалисты в области алгоритмических языков, являлся язык алгол. Алгол – это вообще язык, который придумали, в первую очередь, для записи алгоритмов. Вот не для того, чтобы его компилировать, а для того, чтобы на нем нормально писать алгоритмы. Вот. И там было все, все, что нужно для записи алгоритмов. Конечно же, в понимании людей, так сказать, разлива 1958 года. Видите? Фортран – 57-й. Алгол – 58-й. Да. То есть, он все еще был где-то там под ковром привязан к представлению о фонеймской архитектуре. Но надо сказать, что в Алголе попытались решить проблему, которую не в Си, не в Паскайе, не в еще каком-то количестве, не в Си плюс-плюс не решили. Вот. Про эту проблему мы будем говорить. Это проблема опосредованного легирования, проблема введения понятия ссылка, как тип данных. Вот. В Алголе эту проблему решили в 1958 году. Вот. Но решили ее немножко хитрым способом. Вот. Вполне себе программа на Алголе, которая что делает? Ей передается… Вот есть процедура, которая складывает А и Б, да. И вот, вроде бы, она должна складывать от единицы до десяти, присваивать значение Б. То есть, она не складывает. Она почему-то в переменную Б десять раз кладет ноль. И вот вы заводите массив, передаете в процедуру П. Вроде бы первый элемент массива, а он расписывает массив нулями. Вот. Почему? Потому что… Сейчас мы нажмем волшебную кнопочку. Вот волшебная кнопочка. Потому что в Алголе придумали самый извращенный в мире способ передачи параметров функцию по имени. Вот. Смотрите. Какое СИТ? Чему равно И? Да ничему не равно И. Передача по имени означает, что вот здесь будет написано СИТ. Только И у нас это А. Соответственно, здесь будет написано САТ. И таки раз, у нас распишется массив нулями. И это все ужасно сложно было реализовать на той, чей выслительной технике. Потому что вы понимаете, да, какой уровень абстракции там заложен? Вот. Это ужасно сложно было реализовать на той выслительной технике, которая в 60-х годах была. Поэтому ни одного в те поры, ни одного нормального компилятора Ангола просто не существовало. На сегодняшний день, кстати, существует. Вот. Я даже хочу его собрать в СИТ к нам. Потому что существует Алгол, компилятор Алгол 68. Правда, обратите внимание, 68. С тех пор ничего не менялось. Вот. Вот. Значит, еще из истории исторических языков программирования было из-за программирования BISIC. Вот. Который должен до наших даже дней внутри всяких офисов. И этот язык был, в первую очередь, ориентирован на быстроту его изучения. Чего, собственно, и достиг. Вот. И в нем тоже очень много наследия в BISIC от этого самого классической фонемической архитектуры. Даже, я бы сказал, от ассемблера. Потому что там тоже есть номера строк, переходы по номеру строк. Вот это вот все. Вот. Что касается Каббола, то его принято просто ругать. Это, как бы, язык программирования, который приводит в пример чего-то. Ну, Декстер прямо писал, что если человек учил Каббол, то все. Его можно, как бы, на нем можно ставить крест. Он оболванивает людей. Ну, неважно. Зато это был первый язык программирования, предназначенный для того, чтобы на нем описывать бизнес-процесс. В 1959 году. Да. Да. Ну вот. Это что история. Еще два исторических представителя, о которых мы поговорим чуть-чуть более подробно сейчас. Это, да, вот тут меня люди вспоминают, что есть еще Smalltalk. Smalltalk представитель другой парадигмы программирования, поэтому я про нее не говорю. Это один из самых древних объектных языков, объектных функциональных языков с очень интересной объектной моделью. В общем, Smalltalk – это очень круто, просто это не тема сегодняшней лекции. Вот. Так вот, значит, еще два представителя, так сказать, исторически выживших, ну, не знаю, Паскаль, наверное, все-таки не выживший, но довольно долго живущих, живших языков программирования – это сей Паскаль. На самом деле, современных языков программирования, выполненных в оперативной парадигме, очень много. Много. Вот. Мы даже не будем туда смотреть. Так, это я забежал вперед, рассказал про историю, а я хотел чуть-чуть остановиться на предыдущей стадии истории, на генетике процедурного языка. Смотрите. Итак, надо было в этом порядке рассказывать, но да ладно. Итак, я утверждаю, что большинство процедурных языков, таких вот просто процедурных, да, не оперативных в целом, да, процедурных, которые там состоят из процедур и операторов, они были разработаны для того, чтобы не писать на ассемблер. Ну, в частности, язык программирования Си от начала до конца разработан ровно за это. Именно поэтому мы заменяем странное планирование вычислений на формулы, именно поэтому мы очень часто вводим в семантику языка, в прагматику языка понятие архитектуры. В Си это норма, Си именно так и устроены. Именно поэтому у нас очень мало абстрактных типов данных, в основном они актуальны, и мы моделируем актуальные типы данных, ну, типа интенджер. Во всех машинах есть интенджер или float. А какой-нибудь хитрый тип данных мы уже не можем ввести в наш язык программирования, ну, поначалу не вводились в наши языки программирования, ну, или в виде составных. Именно поэтому во всех, почти во всех языках, особенно вот таких ранних, низкоуровневых, есть понятие переменная, как ящик с дыркой. Типизированный переменный, значит, в эту дырку можно положить только определенное значение, значение определенного типа. Да? Почему? Потому что переменная это на самом деле такой адрес. Именно поэтому, что на мой взгляд является атовизмом, в большинстве таких вот старых языков программирования есть отдельные типы данных для аллигирования, то бишь указательных. И это, в общем, такое явное снижение уровня абстракции фактически до обычного адреса. Вот. Именно поэтому есть такое разделение на глобальные и локальные переменные. То есть мы как бы говорим, что вот у нас есть метки, которые видны по всей программе. А еще где-то внутри нашей функции есть тоже метки, но они там вот, чтобы, значит, в разных функциях могли быть одинаковые метки, они не видны. То есть вообще разделение на глобальные и локальные переменные – это тоже такой атовизм. В действительности же, ну, namespace и namespace. Надо указывать, в какой namespace мы сейчас работаем. Но нет, есть такой глобальный, а еще есть неглобальный. Вот. Как ни странно, дисциплины аллигирования, в общем-то, не влияют на парадигму в случае императивной парадигмы, потому что в СИ, например, передача параметров у нас исключительно по значению. Вот. В Алголе у нас по имени, в языках типа Java, Python по соиспользованию, то есть там скрытое понятие указателя, только там его нет. Да, вот ни в Python, ни в Java нет понятия указательства. Поэтому мы считаем, что это просто один и тот же объект. Вот это вот тот же объект. Вот. А в каком-нибудь Pascal C++ можно и так и сякать. Я уже говорил про то, что я очень плохо отношусь к вообще понятию указателя, за исключением, естественно, указателей в СИ, потому что они там играют совсем другую роль. Роль, да. Они выглядят так же, задача у них так же, а роль у них другая. В частности, потому что указатель, как опосредованный тип данных для аллигирования, может быть свободно исключен из синтакса языка, вот, после введения каких-то дополнительных штук, типа автоматического управления памятью, как в Python и Java, да, и почти всегда мы тем самым, если мы, у нас нету понятия внешний тип данных, нет понятия дешевой пластиковой имитации адреса, да, почти всегда мы в результате приходим к тому, что аллигирование происходит по соиспользованию, как, опять же, в Python и Java. То есть, когда мы не можем сказать, что вот эта переменная хранит указательную другую переменную, вот не можем, да, мы говорим, что это переменная, это та же самая переменная, что и в другом namespace. Вот объект, этот объект, тот же самый объект, что в другом namespace. Соиспользованный. Ну вот, такие дела. Из C++ уже которые десятилетия обещают выпилить указатели в отдельный кусочек синтаксический, чтобы можно было пользоваться только, значит, с этими самыми ссылками и соответствующими динамическими структурами. Но никак не выпили. Так, это был, значит, это я зашел в конец, рассказал про то, почему, на мой взгляд, в современных популярных императивных языках очень много легаси такого вот из прошлого тысячелетия. Вот, теперь, собственно, немножко разговор про высокого уровня языка программирования. Значит, вот здесь Википедия совсем какие-то странные вещи говорит, типа на высокого уровня языка программирования удобно программировать. Вот, ну реально. В общем, человек явно пытался что-то сказать, но что-то он, в общем, сказал что-то не то. Вот, главное свойство высокоуровневости языка это несовпадение моделей вычислений для исполнителя, который подразумевается языком программирования, и фактического исполнителя, то есть компьютера. Если мы в языке описываем некоторую модель вычислений, а вычислительная модель это и моделирование данных, и понятия, и стратегии вычислений, ну и так дальше. Ну, вон тут, видите, большая-большая статья. Так вот, если в языке описана модель вычислений, вычислительная модель в языке, существенно не похожая на то, как она на самом деле будет реализована в процессе, то это высокого уровня языка программирования. Все остальное, все остальное, это, собственно, удобство, которое в этот высокий уровень, в соответствии с парадигмой, к нам принесли его разработчики. Соответственно, модель вычислений, при этом, да, у нас нет никакого вычислителя как такового, мы не можем сказать, вот у нас процессор, на этом процессоре работает наша программа. Модель вычислений вынимается из самого языка программирования, то есть из того места, которое называется семантикой языка. Семантика языка – это формализация конструкций. Вот синтаксис – это какие слова могут быть, в каком порядке, какие слова с кем совместимы, а семантика – это формализация, моделирование, вот как работают соответствующие конструкции. И вот вычислитель, вот этот абстрактный, становится понятен исключительно из семантики языка. Это довольно важно, потому что в том же СИ, например, это не так. В СИ мы в основном попадаем в прагматику. Сейчас мы про это поговорим. Вот. И, скорее всего, высокоорвний язык, поскольку мы вольны изобретать какой угодно абстрактный вычислитель, мы оторвались от фактического вычислителя, скорее всего, высокоорвний язык введет в свой синтаксис много всяких волшебных структур таблиц, с которыми реально удобно работать, которые соответствуют нашей парадигме. В случае императивной парадигмы это, скорее всего, будут всевозможные аналоги динамических массивов, то есть динамически изменяющиеся однотипные структуры, и то, что называется ассоциативные массивы, они же словари, они же таблицы. Когда у нас аллергирование происходит, моделируется аллергирование. Когда мы говорим, вот, пожалуйста, по такому-то ключу найди такой-то объект. Причем ключи объекта являются частями языка программирования. Ну или даже еще более сложные структуры, там всякие итераторы, вот это вот все. Это тоже следствие того, что мы теперь вольны как угодно улучшать жизнь программиста, поскольку вычислитель у нас абстракт. Низкоуровневый язык программирования. В первую очередь его признак это его вычислительная модель очень близка к фактическому фактическому исполнителю. А это значит, что в действительности если такой язык программирования написан не для одной конкретной архитектуры, то прямо в язык программирования должно быть введено понимание того, как на конкретной архитектуре, на конкретном фактическом исполнителе это будет работать. Типичный представитель такого рода языков это C, в которую прямо сказано ребят, вот интеджер может быть такой, а может быть сикой. Флот у вас вообще-то говоря вычисляется по этому самому стандарту такому-то, но если ваш процессор по-другому вычисляет, значит по-другому вычисляет. Да, соответственно эта штука имеет отношение к понятию прагматика языка программирования, то есть конкретизацию нашего того абстрактного вычислителя, который приносит с собой язык на конкретную вычислительную систему. То есть фактически привязка к абстрактному вычислительному фактическому. Вот. Довольно важный пункт, что в низкоуровневом языке программирования таким образом появится штука под названием УБ. Не путать УГ. УБ это undefined behavior, то есть ситуация, когда синтактически верные структуры вообще с точки зрения языка не могут быть однозначно интерпретированы. Обычно тот же C изо всех сил обвиняют в том, что в нем много этого самого УБ. Но в действительности это не бага-фича, потому что вам же никто не запрещает так написать на C. Вам скажут, это УБ, чувак, ты понимаешь, что на этой машине она заработает, а на этой нет. Вот. Но это именно ситуация, когда вы говорите, все, я язык программирования не си умывая руки в этом месте, потому что на разных архитектурах, под которые мы пишем, этот кусок кода будет работать по-разному. Программист сам себе взломный буратино, смотри, подо что компилирует. Вот. Без этого УБ низколорний язык должен был либо смоделировать все существующие, а также будущие процессоры внутри себя, либо запрещать так делать вообще. И то, и другое естественно образом противоречит цели создания языка си, о котором сейчас поговорим. А вот то, что написано в Википедии, это скорее субъективные признаки высокого языка программирования. Сокращение объема, увеличение читаемости, введение прикладных каких-то конструкций, то есть введение таких конструкций в язык программирования, которые решают прикладные задачи, и так далее, и так далее, и так далее. Надо сказать, что высокий уровень языка программирования не обязательно влияет на его парадигму. Все, что мы здесь перечисляли, имеет очень-очень опосредованное, а иногда даже не имеет отношения к тому, что мы включили в критерии различных парадигм. Лигирование, все вот это. Например, есть такой, как бы это сказать приличным словом, спор. Является ли объектно-ориентированная программирование и соответствующая идеология над ним объектно-ориентированная планирование, разработка, является ли это вообще парадигмой? Ну, с нашей точки зрения является, потому что у нас есть такое определение парадигма, это такой способ думать. Но если вы умеете думать в объектах, значит, или наоборот не умеете, значит, вы освоили или не освоили этот парадигм. Вот. Но в действительности объектно-ориентированный подход очень часто применим вообще к любой парадигме. Есть объектный пролог, есть объекты в функциональных языках программирования. То есть, да, это такой способ думать, но волшебным образом он не влияет на то, каким путем достижима алгоритмической полнота. Так что, вот. Ну вот, теперь немножко разговоров про Си и Паскаль, потому что ваше домашнее задание будет в написании очень простых программ одновременно на Си и на Паскаль. Кто из вас не знает Си, будет страдать над Паскалем, а кто не знает Паскаль, будет страдать над Си. Вообще, как известно, одна из задач, но не цель, конечно, учебы в высшем учебном заведении это страдание. Значит, да, у меня, наверное, нет времени рассказывать историю обоих языков, она прекрасно известна, я попробую уложить ее в несколько секунд. Значит, Си был разработан сладкой парочкой Деннисом Ричи и Кеном Томпсоном, но в основном Ричи. Томпсон, он больше по всякой этой самой, по операционным системам был. Вот, потом туда пришел к этой компашке известный популяризатор компьютерной науки Брайан Керниган сказал, дал-дал много, Деннису дал много дельных советов. Деннис тогда написал язык программирования, он назывался B. B. Вот. А Керниган говорит, слушай, чувак, ну, зачем у тебя есть тип данных слова? Давай уже все вот. Пусть у тебя будет всегда мой интегер. Нормально. Скажешь только, что на разных характерах это интегер разного размера. Вот. Значит, основная задача языка программирования C в моем понимании и это заменить собой алгоритмически неудобный ассемблер. Научиться писать программы такие же, любые, настолько же произвольные, насколько мы можем писать на ассемблере, но при этом пользоваться человеческим синтезом. Ну вот основной пафос того, когда мы заканчиваем уже курс, вот этот самый второй семестр первого курса, основной пафос программирования на ассемблере, господи, 16 разных способов передачи параметров в функцию рели. Там вот вот эти вот планирования вычислений, каждый раз формулу надо раскладывать в столбик, планирование регистров, вот у нас есть там 16 регистров, как нам все вот это, я точно должен этим заниматься. Это что, компьютер это сделать не может? Может. И в этом смысл все. но при этом, когда вы программируете на C, вы можете забраться прямо в стек вашего компьютера и там нахозяйничать и все упадет. Можете видеть, работать непосредственно с памятью и так дальше. C это самый лучший в мире макросов. Некоторые скафедры алгоритмических языков, кстати, утверждают, что C не является алгоритмическим языком, потому что у него понятие ссылка та самая, указатель, точнее, не ссылка, указатель, является конечным, ибо прямо по стандарту совпадает с понятием адрес. Все, актуальная алгоритмическая полнота есть, настоящей алгоритмической полноты нет. Прямо в синтексе. Ну вот, а Паскаль совершенно с другой целью составлялся. Примерно в те же времена, буквально 70-й год, оси, я думаю, тоже, где-то 62-й год, видите, даже Паскаль был раньше. Но он составлялся не Клаусом Виртом, не с целью написать произвольную программу и даже написать на нем операционную систему Unix, как это делал Денис с Кеном, а с целью обучать программированию. Запись алгоритма. Было понятно, что на Алголе легко писать, но очень тяжело программировать, потому что просто не вытягивать, а нужно был такой язык, но нечто среднее, с достаточно мурной абстракцией, но при этом, чтобы программы работали. И Вирт с этим справился просто на 5 с плюсом. На первый взгляд, на самом деле, C и Паскаль очень похожи. Вот если посмотреть список операторов, какие данные там, какая модель данных, целые плавающие массивы, структуры, они же записи в Паскале. Простой синтаксис, 10 ключевых этих самых ключевых слов, 12. Вот это легоси в виде глобального namespace и локального namespace. Введение указателей как опосредованного способа обращения к динамическому памяти и так дальше. Отсутствие, например, каких-то алгоритмичных непрозрачных абстрактных типов данных, таких же словарей. Вот всего этого не в синем Паскале нет. C и Паскаль очень похожи, настолько похожи, что есть проект, как взять программу на Паскале, перевести ее в C. В обратную сторону, кстати, нельзя. Это не очень сложный проект. Но на самом деле языки очень непохожи и совершенно не зря существует антагонизм условно между кафедрами алгоритмических языков и кафедрами системного программирования, которые тыщат друг друга вот ваш C, а вот ваш Паскаль. Напоминаю, что с моей точки зрения это различие укореняется в целеполагании. Эти языки для разного. Совсем. Вот. важно также то, что и там, и там, и в Паскале, и в C до какой-то степени шло некоторое встречное движение. Как бы вот то, чего не хватало по задумке авторской, туда накидывали. Но вот это накидывание, конечно, всегда ощущалось как такие костыльники. И в общем, согласно, кто у нас там, Кун, теория парадигм. Да, вот прям типичная ситуация, когда мы охранительные элементы добавляем в парадигму, когда она себя изживает. Особенно в Паскале это хорошо видно. Вот. Ну, давайте просто сначала посмотрим на эти различия. Еще раз, у нас нет времени говорить про каждый язык в отдельности. Предполагается, что вы либо посмотрите помимо меня глазками, либо что-то такое знаете. Значит, уровень абстракции в Паскале довольно высокий. Например, в нем есть понятие перечислимые типы. В идеале у вас нету такой штуки, как какая-то память, хранящая чего-то в Паскале подряд, какие-то значения. А есть просто специальный тип данных, в котором написано вот, допустим, от 1 до 10. Вот. Причем можно указывать диапазон откуда-докуда, можно даже множество, в Паскале есть множество. Все это связано с тем, что Вирт хотел оторваться от непосредственной привязки модели данных к конкретному вычислителю. Говорит, вот нет, нет понятия там. Собственно, интеджер это тоже просто перечислимый тип от 0 до минус 32768 до плюс 3276. Просто такой перечислимый тип у него всего там 60 тысяч с гаком значения. Вот эта вот вся штука, да, эти перечислимые типы являются частью системы типизации, то есть вы должны указать, в каком диапазоне ваше скалярное значение в каком оно диапазоне меняется. ВСИ все не так. ВСИ вообще-то тип данных это просто какие конкретные значения может хранить ваш конкретный компьютер, там байт значит или там машинное слово. Вот. А некоторый аналог перечислимых типов под названием ЕНУ ВСИ есть, но это вообще не про тип данных. Это про удобство программирования. Это про то, чтобы нолик назвать одним именем, единичку другим именем и каким-то образом ввести семантику языка, семантику вернее разработки прямо внутрь программы. Если у вас допустим есть ЕНУ который перечисляет виды товаров, ЕНУ который перечисляет времена года, то поскольку у нас нету абстрактных типов данных, а есть только нулики-единички, то вот в одном ЕНУ это ноль это там единица февраль и так далее, а в другом ЕНУ это там не знаю крупа, единица там сахар, двойка соли и так дальше. То есть ровно для этого, чтобы на уровне чтения программы было удобнее. Абстрактных тип данных. Типизация в Паскале строгая, совсем строгая. Типизация в Си, ну как сказать, она обязательная, но есть понятие кастинг. И фактически вы можете прикасить что угодно к чему угодно, даже с нарушением размера памяти. Вообще до того, как изобрели ссылку воет звездочка, а ее изобрели не сразу, в Керниганриче ее нету, было модно кастить произвольное значение к ин звездочка, а потом обратно. Вот. Это, конечно, была жесть. Да. Вот. А я такое монтанил. Я такие программы видел. А вот. И даже они у меня работали. Ну нет, не писал, конечно. Ну и да, и напоминаю, что вообще-то в Си очень важно знать, какая на конкретном исполнителе вообще адресация, какой размер машинного слова, вот это все. Это в Си входят в стандарт. И вообще работа с памятью в Си устроена как в ассамблее. У вас есть адресация, у вас есть адресная арифметика, вы берете, прибавляете единичку к ин звездочке и туда прибавляется сколько. А мы не знаем, сколько? Туда сайзов и прибавляется, который на каждой архитектуре свой. Вот. Для работы с памятью вы вызываете специальную функцию, там, молок или колок, которая на самом деле ходит к операционной системе явно. Это системный вызов и он вам предоставляет работу с памятью. Да? И соответственно, вы должны понимать, что каждое такое вот обращение к операционной системе, то есть, ну, каждое динамическое выделение памяти это прям целое обращение к операционной системе со всеми вытекающими последствиями. В общем, даже не знаем, как долго это все работает. Это не входит в стандарт языка. Да? Это такая функция. Вот. И понятное дело, что если это так, то дальше с этими блоками памяти может работать как хотите, потому что, смотри, пункт первый. Работа с памятью это работа с адресами. То, что в C называется pointer указателем, в действительности является на самом деле просто адрес. И это написано в стандарте. В Pascal все не так. В Pascal указатель это абстрактный тип данных. Когда вы говорите, что вот это тильда там int, да, точнее integer, вот, и это, не тильда, крышечка integer, и это вообще говоря, такой специальный тип данных, ни на что не похоже, ни к какому адресу отношения не имеющий. Бесконечный. Вот. Актуально. Ну, как бы, бесконечный. Ну, по стандарту. Вы их можете сколько-то. Бесконечный. Вот. Значит, соответственно, для того, чтобы каждый такой элемент, его надо каждый раз заводить и каждый раз удалять, вот, и это проблема, потому что это снижает уровень абстракции, ну, это ладно. Вот. Главное, что в Pascal указатель это абстрактный тип данных, у вас нет возможности заказать себе кусок памяти и по ней чего-то делать. Вы можете заказать себе массив целых. Это да, можете. Ну, Ну, собственно, это следующий разговор, что вы вообще-то все можете заказать себе кусочек памяти, а дальше пользоваться им как хотите, хоть хранить там данные различных типов, используя union. и говорить, что вообще-то вводит звездочка. Память это просто память. У нее есть вводит звездочка, во что вы их скастите, это проблемы уже уходящие за рамки синтакса, даже за рамки семантики, проблемы прагматики. Вот вы придумали, что вы будете кастить там вн звездочка, кастите вн звездочку. Если там локдабл, значит локдабл. Другой размер. Вот. В Pascal вообще нету, почти нет понятия хранилище произвольных данных. Точнее, там есть такая штука, как запись с вариантами, которая постоянно встречается в качестве жутких костылей в тех случаях, когда невозможно смоделировать нужный элемент данных. Но рекомендуется вообще не пользоваться записью с вариантами. 20. Ну потому что это что-то с точки зрения Pascal очень странное. Но вообще было введено для того, чтобы из файла читать. С файлами, кстати, в Pascal тоже проблема. В этом самом, в стандарте Pascal, разумеется. Вот. Утверждение не используется никем неверно. Я тут посмотрел, что, например, вы можете сделать в ряде arguments, как это, функцию с переменным количеством параметров, передав в качестве параметра вот ту самую рекорд с вариантами, в которой перечислить различные варианты, сколько там может быть параметров. Ну, короче, костыль, как он есть. Вот. Значит, ну раз уж я сказал про файлы. Да, значит, файл в Pascal это вообще-то встроенный тип данных, и это была большая ошибка вирт, потому что такие вещи бессмысленны. Реализация понятия файл, это штука, имеющая отношение к операционной системе и только к ней. Все сделали гораздо более разумно, представили файл в виде потока, и этот поток отдали на наводку в операционной системе. Сказали, вот у нас есть поток, из которого мы можем читать какие-то данные, любые, каждый раз любые. Хотели, прочли там интеджер, хотели, прочли массив, хотели, прочли чат, неважно. А операционная система нам их предоставляет. Ну вот. Совсем разные вещи. Подпрограммы. В Паскале есть такая четкая теория, что есть процедура, а есть функция. Функция это такая штука, которой ты передаешь данные, она их жует и возвращает значение, а больше ничего не делает. Процедура это такая штука, которой ты передаешь данные, она их жует и их же модифицирует. То есть происходит нечто под названием побочный эффект. Вот у вас есть вызов функции и в результате вызова этой функции какие-то объекты в ней неупомянутые внезапно поменялись. Побочный эффект. Считается, что это, ну, как это, опасно, не то чтобы плохо, да, но это какая-то другая дисциплина. Причем реально, да, вот вы можете посмотреть. Функцию нельзя, а процедура можно. Вот. А еще передача параметров по ссылке есть в Pascal, когда вы, такая штука, когда вы говорите, что вот, а вот этот параметр, пожалуйста, не копируй, а вот ссылку на него закинь. War. Когда вы пишете War в заголовке. И это еще один, такой вот, попытка перейти к абстракции, чтобы, значит, не делать бессмысленное копирование больших кусок. Все передачи параметров только по значению и никак иначе. Ватс. И функция, это просто такая подпрограмма. И функция всегда возвращает значение. То есть, вот это все попытки теоретически разделить подпрограммы с этим самым, с побочным эффектом и без него, все отсутствуют. Потому что функция, это просто, ну, как бы, именованный кусок хода. Вот. Так, времени у нас еще немножко осталось. Значит, арифметические операции в Паскале типизированные, в СИ, это просто порядок вычисления, порядок вычисления каких-то инструкций. Фактически, это такой удобный способ представить то, что потом будет спланировано на ассемблере, представить себе вот эти последовательные инструкции на ассемблере. В СИ есть операция присваивания, операция присваивания. Вы можете произвести присваивание переменной значения прямо внутри арифметической операции. Почему? Да потому, что так можно в АСМ. Когда я сказал, что СИ простой синтаксис, что там 12 ключевых слов, я немножко покривил душой, потому что с точки зрения разбора Паскаль на два порядка проще, чем СИ. В Паскале вот можно описать БНФ, выучить ее наизусть и ответить ее на экзамен. Грамматика СИ чуть ли не контекстно-зависимая, то есть она даже не контекстно-свободная, потому что там в зависимости от того, в каком контексте чего-то встречается. Но уж операция присваивания, которая может по ходу поменять, что у вас лежит в значении, это совсем отдельная тема. Вот. Я всем всегда показываю вот такую штуку, которая называется Dove Device, когда говорю, что СИ действительно не совсем соответствует пониманию алгоритмического языка. СИ такой компилятор красивый и очень удобный. Вот. Давайте посмотрим на вот этот кусочек кода. Те, кто знает СИ, смотрим на него внимательно. Ну, то, что это работает, это синтаксически верная штука. Она даже нужна для того, чтобы оптимизатору сказать неоптимизируемый цикл. Все оптимизирую, а это не оптимизирует. Обратите внимание, что цикл Dove начинается здесь, а заканчивается вот здесь. Внутри Свитча, после кейс 0. Не пытайтесь понять, как это алгоритмически работает с точки зрения того, что Dove это цикл, а Свитч это такой словно оператор. Нет, не пытайтесь. Пытайтесь понять, как это работает с точки зрения компилятора. Что такое Свитч? Свитч это проверка вот этого значения и переход по вот этим меткам GoTo, 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 GoTo в операторе, в асэмберном тексте. А Do это проверка вот этого значения и переход вот на эту метку, вот на эту метку, вот сюда. В зависимости от этого значения. Вот если вы будете представлять себе программу, написанную на C, не пытаясь ее интерпретировать в голове, как некоторые высказывания на алгоритмическом языке, а будете пытаться себе представить, во что она транслируется, вы все поймете. И это почти везде, почти во всех лутных местах C, это работает именно так. Представьте себе, во что это транслируется, и все поймете. С точки зрения компилятора ничего непонятного здесь не написано. Вот здесь будет загенерирован GoTo, вот здесь будет загенерирован GoTo, здесь будет вычислено. Такая вот волшебная штука. Да, в девайс? Вот. Нам пора подбираться к концу. Значит, какие недостатки языка Паскаль? Язык Паскаль пытался совместить высокий уровень и те аппаратные средства, и те представления об императивной парадемии, которые были вот, наверное, конец 50-х, начало 60-х. Получилось это у него достаточно удачно, но не супер не супер долговечно. Первая претензия к Паскалю это несовместимость ну, короче, модель памяти там все еще такая унаследованная от ассемблера. Вот эти все указатели, эти все значит попытки сходить по, то есть вот отдельный тип данных, который говорит, а здесь мы храним указатель на другой тип данных. Вот. Это все делает модель памяти то, что называется memory unsafe. Вот. Значит, потому что все проблемы, связанные с опосредованным аллигированием, вылезают. Мы можем попытаться сделать double free, мы можем попытаться сделать trash reference, мы можем попытаться записать в память в какое-то место, не в то место и так дальше, и так дальше. Вот. В большинстве современных языков программирования в высокоуровневых чисто императивных, модель памяти безопасная и там вот этого всего нет. Вот. Как это безопасная модель памяти реализуется, вопрос другой. Да, допустим, в питоне и джаве это просто ревкаунтер с автоматической сборкой. Вот. И так дальше. Вот. Но идея моя состоит в том, что указатель это более низкое уровень абстракции, чем произвольные структуры данных. И с их помощью начинается такое странное моделирование того, чего моделируют не нужно. Доказательством того, что эта штука уже в Паскале устарела, является самое главное расширение Паскаля, которое мы даже будем пользоваться, ну, те, кому достанется соответственно домашка, в нашем домашнем задании, это открытые или динамические массивы. Вот. Неудобно пользоваться для моделирования динамических структур данных указателями, а удобно пользоваться готовой структурой данных под названием динамические массивы. Вот. Очень неприятным моментом в Паскале является то, что он очень-очень-очень простой, у него очень простой синтаксис, но вследствие этого программа на Паскале выглядит вот так. То есть вы начинаете программировать, это вроде все написали, оно все длится, 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 длится. Много, много кода, который выглядит как бы немножко жидким. К сожалению, к Паскалю приделали очень большое количество расширений. Там в 80-е, 90-е годы был мегапомулярный язык, просто люди реально спорили, вот сишники паскалисты реально воевали, какой язык лучше. И все эти расширения вообще говоря, что-то странное делают с исходным Паскалем, они пересматривают его семантику, ну, всякое такое. В частности, вообще-то, есть объектный Паскаль, он же Дэвид, прям объектный Паскаль. На нем много программируется, куда он делся. То есть, это такой, как это, язык будущего, соответствующего пониманию прошлого. Как-то так. Значит, что касается Си, главный его недостаток, это, конечно, ненадежность. Разрешительная модель доступа к памяти, которой вы можете сделать все, что угодно, это вот весь тот ад, который те из вас, кто учил в первом семестре Си, не понимая, что происходит, имели на пол, в себе, на постоянке. Какие-то коридампы, какой-то, значит, секфолты, какие-то стыкс мыши, программа падает, ничего не делает, еще хуже, она что-то делает, но не то. Вот это все средство, такой, значит, сугубо memory-unceph модель работы с памятью. И это главная проблема Си, которая решается исключительно дисциплиной программирования, потому что синтаксически вы не можете превратить язык Си в язык с безопасной моделью памяти. Еще раз замечу, что Паскаль тоже язык с memory-unceph моделью памяти, но, поэтому он формально не лучше, но его попытки выйти в область абстракции, каждый раз, когда Паскаль удается абстранироваться от конкретной модели, делают вот эти, там тоже есть и double-fune, и trash-de-reference, но по большей части вы программирование на Паскале с этой штукой не сталкиваетесь, потому что, когда вы не выходите за рамок абстракции, вы и не делаете этой штуки. Вот. Еще, значит, очень важный момент, в котором часто уплекают си, это побочные эффекты, причем побочные эффекты даже внутри архипедического выражения из-за операции присваивания. Вот. Андрей Викторович Штеллеров очень сильно на это наезжал. Значит, можете почитать у него, почему язык программирования си не годится в качестве первого языка, бла-бла-бла. Но идея именно в этом. Вместо того, чтобы изучать алгоритмы, человек, который изучает си, изучает его прогнозы. Ну, наверное, для людей, которые потом будут программировать микроконтроллеры, это очень важно. Для нас с вами не очень. Вот. В качестве, так сказать, отдыха расскажу, что есть такое соревнование, которое производится, проходит с 1984 года. Называется International Ophuscated C-Code Contest и ОЦЦЦ сокращенно. В котором люди упражняются в том, как написать программу на си, которая что-нибудь осмысленно делает, а код ее выглядит примерно так. Вот. Моя любимая программа на си, которая делает что-то осмысленное. Вот она. Сейчас, давайте попробуем нажать вот так. Эта программа вычисляет число пи с небольшим приближением. Вот. Да. Значит, как вы понимаете, для всяких хакеров и прочих эстетов от программирования это может являться достоинством, но с точки зрения практического такие вещи все-таки недостаток. Синтаксис. Часто называют птичий синтаксис. Вот как будто птичка пробежала, значит, после нее остались какие-то следы. Вот. Кстати сказать, современным си-компилятором эта штука не компилируется. Надо специально, специально, значит, специальную опцию давать. двадцать. Двадцать. Ну, там всякое бывает. Вот это вот, например, программа Flight Simulator. Ну, в общем, вы меня понимаете. Ну, вот-вот. Вот такая волшебная штука сейчас. О! Я больше всего люблю в УЦЦЦ именно однострочники, потому что они с одной стороны вроде короткие, а с другой стороны там бывают удивительные совершенно вещи. Короче говоря, да, очевидно, что вот эта вот вращая гибкость, когда вы можете написать что угодно, носи, это будет синтаксически-вердой конструкцией, а как она работает, вы сами этого хотели, это, конечно, в определенном роде недостаток. Вот. Значит, главный вывод. Языки Си и Паскаль очень отличаются в предлагаемом уровне абстракции. Си всегда и последовательно приводит нас к прагматике, к реализации на конкретной архитектуре. Паскаль постоянно пытается от этого отвлечься, но ему это не удается по разным причинам, потому что он не хочет быть алголом. Вот. Пару слов, буквально о том, что творится в современных языках программирования чисто императивных. Во-первых, в них постоянно приезжает всякий синтактический сахар, связанный с актуальными приемными программированиями, чтобы не надо было все это моделировать с помощью не вполне удобных инструментов моделирования. Всевозможные словари, итераторы, декораторы на функции, поддержка асинхронного выполнения прямо в синтаксе языка, исключение, кстати сказать, как альтернативный метод передачи управления. Штуки, которые связаны с удобством вылавливания исключительных ситуаций внутри данных, а именно когда у вас функция возвращает определенное значение, а еще функция возвращает статус ошибки отдельно, как отдельная тема. Или переменная изначально находится в стадии неопределена. Вот у вас есть переменная целочисленная, но еще бывает неопределенная. Вы их не исходили, а вам говорят неопределенная переменная, не проницелизировая. Вот это вот все влезает в синтакс языка потому, что так удобнее программировать. Значит, безопасная модель памяти. Memory and Safe моду нужна только в таких языках, как C, где вы фактически ради того и пишете на C, чтобы работать непосредственно с памятью. Во всех остальных случаях нужен какой-то Memory and Safe вариант, который по-разному реализованному в современных языках, в каком-нибудь Rusty у вас есть понятие ownership, а в каких-нибудь языках типа того же питончика или там Mima у вас просто ревкаунтер и все, у вас нету доступа к памяти непосредственно. Вот. Мультипарадигмальность. Очень часто в современные языки программирования включаются возможность по-быстренькому что-то такое напрограммировать в другой парадигме. Чаще всего это функциональщина. У нас лямбда есть уже и в C++, и в питоне они давно есть, и вот это вот все. Вот. В случае, если вы имеете дело с низкорным языком, такая весь волшебная штука, как алгоритмизация периода компиляции. Переменные периоды компиляции, условные операторы периода компиляции. то есть к тому моменту, когда у вас получается программа, часть логики уже выполнена, и часть кода там отсутствует, не сгенерировался код и так дальше. В C эту роль выполняет припроцессор, вот эти всякие define, и в def, и вот это все. Вот. А в современном языке, вот конкретно в циге, там прям внутрь языка встроено, то есть нету отдельно припроцессора, отдельно, значит, этого самого синтекса цига. Есть прям вот что-то вместе, там какая-то логика периода компиляции. И это нужно для того, чтобы получать эффективный код, который просто по факту того, что он для другой архитектуры, для другого юскейза сделан. Очень важная тема интроспекции и рефлексии. Это доступ к свойствам объектов прямо при выполнении кода. Вот у вас есть какой-то сложный класс. Вы когда программируете, вы знаете, что это за класс. Но у вас же есть еще наследование, полиморфизм, вся вот эта штука. И когда конкретный экземпляр приезжает внутрь вашего метода, вы вообще-то не знаете, с чем вы конкретно с родительским классом работаете, с каким-то многочисленным его потомком и так далее. И было бы очень неплохо прямо из программы, прямо из процесса работы посмотреть на этот объект, какие у него поля, о чем он умеет, о какими интерфейсами он обладает. Вот. Слово рефлексия я забыл, что означает. Это чего-то отражение. А, интроспекция, это возможность изучать объект, а рефлексия, это отражение структуры объекта без непосредственной работы с объектом. В питоне есть такая штука. Ну, короче, когда у вас есть сложный объект, а вместо того, чтобы ходить к нему и дергать его тяжелые методы, вы ходите к какому-то прокси-объекту, который просто описывает его структуру, а внутрь объекта не залезает. Ну, врать не буду, давайте оставим это на забыл, просто забыл. Вот. Инкапсуляция, в данном случае слово инкапсуляция, по словам инкапсуляции я имею в виду не попытка защитить, спрятать реализацию, слово инкапсуляция имеет два термина. Я имею в виду термин инкапсуляция как иерархия пространства и мен. Так вот, введение пространства и мен в базовый тактический инструмент, вот эта вот классическая нотация через точку, а там объект, точка, точка, поля, может быть встречаться даже в языках программирования, где нет никакой поддержки объектной ориентирности в синтаксе. Потому что пространство и мен это вообще-то не про объектную ориентрность. Инкапсуляция это, конечно, часть понятия объектной ориентированности, но она удобна и в случае, когда объекты вы реализуете руками. Ну вот, из моих советов тем из вас, кто интересуется языками программирования, дам два совета. Есть язык программирования такой новый Pascal, такой Pascal Python, называется NIM. В этом самом NIM довольно много довольно много значит современных, то есть он очень сильно осовременен. Он синтаксом очень похож на Pascal, смотрите. Объектная модель в нем вполне себе современная. Хороший язык. О, макро есть. Ха-ха-ха. Вас. Единственное его отличие в худшую сторону от Pascal, его синтаксис достаточно навороченный. Это нельзя выучить за две недели и потом писать опрак на нем. Но если вам и вас интересуют языки программирования а-ля Pascal со строгой типизацией и при этом с современной объектной моделью и со всякими волшебными приятными штуками типа макрос, а также форматирование отступами как и питание, смотрите в сторону NIMA. А если вас интересует продвижение, так сказать, в сторону от C, то это либо Rust, который традиционно примерно раз в два года декларируется, что наконец-то Rust уже убил весь C и все будем писать на Rust, но этого никак не происходит. Хотя там тоже есть очень много интересных штук. Вот. Либо язык программирования ЦИГ, который представляет собой как раз очень-очень нескоренный язык. No hidden counter flow, no hidden memory locations, no preprocessor. А no preprocessor это как раз ровно потому, что у него логика в периоды компиляции встроена прямо в синтакс языка, никаких дополнений при процессоре. Вот. И в нем как раз есть всякая волшебная штука с поддержкой, например, статуса работы функции, когда функция возвращает значение, а еще возвращает код ошибки, которые можно проверить. Вот. Ну и всяких таких штук. Да, и как видите, чисто сишный привязка к... Это тип. Он сайдет 32 бит. Да. Чисто сишная привязка к прагматике, привязка к реализации, которая у вас будет. Так что это такой новый СИ, который не заменит СИ. СИ невозможно заменить в статусе самого лучшего в мире макросембера. Вот. Но ребятки, которые его пишут, этот самый ЦИГ, они прям очень хотят, чтобы это произошло. Видите, у них очень похожий синтаксис. Ну, короче, вот глядите. Кому что нравится. Для изучения просто нового языка. Так. У нас закончилось, кажется, время. Да? Я потрачу 3 минуты на объяснение домашнего задания. Значит, домашним заданием будет... Вам его раздадут персонально на семинаре. Это буду делать не я, потому что тут есть 11 задачек. Каждому дадут какой-нибудь адрес. В домашнем задании нужно будет решить задачку. Задачки простые. Ну, типа, отсортировать массив строк. На двух языках сразу. Носи на паскале. Важное требование использовать особенности языка. Не пытаться все написать, как на бейсике. Скажем, работа со строками должна использоваться. Работа со строками соответствующего языка. Не пытаться их под символом перекладывать. Потребуется написать функцию или процедуру. Причем разделение функции и процедур чисто паскалевское в данном задании распространяется на си тоже. То есть, если говорится функция, это значит, у нее нет повышенного эффекта. Если говорится процедура, это значит, она ничего не возвращает. Но все допустимо возвращают код ошибки. А модифицируют объект. Вы, конечно же, можете писать и другие функции процедуры, естественно. Вот задача написать программу, которая вызывает эту вашу функцию. При этом вводом и выводом должна заниматься только основная программа. Никакого ввода и вывода в этой написанной вами функции не должно быть. Если вывод сложный, напишите отдельную функцию ввода. Но ваша функция, процедура, вот та самая, по которой задание, должна быть прямо чисто алгоритмическая. Довольно часто в некоторых заданиях, вот они помечены лампочкой, будет требоваться, чтобы ваша функция не только делала алгоритм, но и как-то уведомляла основную программу о том, что алгоритм этот сделать нельзя. Ну, допустим, нельзя преобразовать, вот там есть задачка, преобразовать строку в формате числа минуты-секунды в три натуральных числа. Вот если строка не такая, ваша функция должна что-то такое сделать, чтобы вызывающая программа поняла, что это преобразование невозможно. То есть не писать ошибкой и выходить функция, а что-то такое сделать, передать значение, ну, например, все возвращать значение 0 или не 0, да, чтобы основная программа, вызвав эту функцию, поняла, что нет, преобразование невозможно. Вот. Ну, просто, чтобы не было так, что вы просто вываливаете сообщение об ошибке прямо из процедуры вашей и все. Да, нужно уведомлять вызывающую программу о том, что... Значит, нельзя пользоваться глобальными переменами, иначе у вас будет способ все делать через этот общий namespace. Вот. Пожалуйста, все-таки делайте эффективный код, ну, например, не копируйте массивы из массивов в тысячу раз. Если фиксированный размер не указан, достаточно ограничиться 100 элементами, то есть не миллионом. Вот. И все ваши примеры должны вводить данные со стандартного ввода и выводить на стандартный вывод, как венджали. Решением домашнего задания является письмо, у которого обязательно в этом самом вам в сабжекте написано курс ПП 2023, иначе роботы вас не поймут. Вот. И мне придется, вам придется меня тыкать, чтобы я руками это письмо нашел. Пристанно на факультетскую почту Winix Lectures с SMS.urom. Вот. В поле сабжек курс ПП 23, и приложены 4 файла. Программа на Pascal, программа на C, пример ввода, который надо подать на стандартный ввод обеим из этих программ, и вывод, который эти программы делают. Вывод должен совпадать, разумеется. Вот. Все задачки по-своему простые, некоторые чуть более сложные алгоритмические, некоторые эксплуатируют какое-нибудь извращение на Pascal или на C, дальше вот вас. В какой-то из годов люди сами выбирали себе задачку. Кажется, это не здесь. Все. Если есть какие-то вопросы, да, значит, сроки, мне кажется, две недели, я могу соврать, вам, я думаю, скажут на семинаре. Вот. Надо это решить за две недели. Вот. Вы просто шлете мне решения, я их глазками проверяю, я их сам купилирую, смотрю, как она работает. Вот. Я могу выказывать претензии и понижать вам оценку. Там баллы бывают разные, кажется, четырехбалльные, что ли, системные. Вот. Но вы можете отвечать мне на претензии, исправлять домашнее задание, повышать эти баллы за конкретное домашнее задание, вплоть до максимальной оценки. То есть не считайте, что если вам написал вот так, тут все неправильно, вообще вот это самое, что это финиш, можете обязательно написать правильно. Вот. Значит, со мной связаться проще всего в Телеграме. Вот. Ну и, кажется, все, вопросы. Вот. Со следующего раза бла-бла у вас на лекциях будет меньше, а практики будет больше. Ну, видите, слишком много пришлось мне рассказать, если бы я еще показывал примеры, то двух часов бы не хватило. Если вопросов нету, всем спасибо. Значит, дальше вы будете заниматься другими парадигмами. Другими парадигмами. Значит, со мной мы встретимся, мы с вами встретимся только в конце семестра. Вот. На чем, собственно, видимо, мы заканчиваем. Всем спасибо. у нас, напоминаю, наши завсегдатые в, значит, ютубчике сегодня еще лекция по питону вторая. Ну, в общем, кстати, у вас тоже. Это же обязательный курс. Да. Все. Тогда всем, всем, до встречи через пару часов на лекцию. Субтитры сделал DimaTorzok